добрый вечер всем девчонки всем привет привет эти я пока на себя что-ли на виду красивая такая вся красивая лохматая маленько почему-то с красными глазками добрый вечер привет 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 лена привет юлечка светлана здравствуйте привет девчонки я по теме рисунки для нерисующих хочу вам предложить здравствуйте ангелиночка хочу вам предложить привет аня привет улики красоты улики здравствуйте рисуночек очень такой легенький все уже всем знакомая дымка ну можно превратить это в облачко короче сейчас с вами прям очень такой быстренький легенький осенний ну красивый дизайн в стиле минимализм наверное здравствуйте ольга добрый ночи перь привет вам от самара здравствуйте так переключаю здравствуйте спасибо за приглашенных читателей и за сердечки у нас уже 54 спасибо да вот что-то маленького разлохматилась здравствуйте луиза спасибо девчонки так сейчас я вам покажу это я тут на ней не рисовала какие-то типсики осенние сейчас еще прикол кстати покажу девочки просили нарисовать луизу девушку зонтом сейчас я вам покажу чую нарисовала я хотела к вам выйти но это может быть позже сегодня будет очень такой легенький дизайн так подождите здравствуйте у меня сегодня коллапс произошел сейчас я вам буду рассказывать походу вот я тут вчера что ли когда позавчера ада вчера у меня выходной вообще-то был рисовашки рисовать я пробовала литья отпечатывать на у луизы есть гель для литья короче вот вот такую тучку вот такие веселые шарики смотрите какие прикольные такая веселенькая осень здравствуйте вот смотрите девушка зонтом короче я вчера сама с собой это вечером угорала смеялась коллапс у меня произошел девчонки я работаю машинкой здравствуйте фрезером только с помощью педали а вчера я делала себе педикюр когда делаю педикюр то машинку включая на ручной режим и что вы думаете я вытащила фрезу у меня машинка ночью то как то я все повернула протерла там она мне оказывается была включена я сегодня у меня клиентка мне просто ручка кипяток я взять ее не могу в руки машинка просто кипяток у меня паникой трясутся руки мне клиент что мне делать мы ее короче завернули в пакет убрали в морозилку она у меня остудилась я обзвонила все мне сказали что все капец храни свою машинку короче по-любому нести в ремонт и и вот но обошлось все пока мы тут короче машинку охлаждали я включаю черный в один слой нанесла 002 наш короче включаю свет у меня две настольные лампы свете чтобы тень от руки не создавалась перегорает лампу она такая что происходит настя короче мы обе запаниковали немножко но ничего страшного вытащили машинку благо она у меня работает представляете все коррекция удался коррекцию мы сделали ну вот славьте господи у меня тоже да я долго у меня уже сказали все досвидули хоронить свою машинку и вот я испожал кся маленько так топ без липкого слоя гель краска белая ну и возьмем сделаю по-человечески уж хоть когда-нибудь же нужно по-человечески поделать это все добрый вечер девчонки всем привет у меня еще старенькие запасы маленьких тюбиков это 22 голубенький стронга девчонки машиночка сторонка она у него же старенькая ну как старенькая обычная сейчас она стоит уже намного дороже ручка стронг 110 или как-то правильно вот покупала я ее за 4900 рублей например да тут у меня через какое-то время что-то с ней произошло и на выставке я обратилась в ту компанию тебе покупала эту машинку я говорю можно мне ручку а хотел почему я хотел купить ручку они 9000 в руках 9000 я покупала машинку полностью аппарат полностью фрезер за пять тысяч но вырос доллара как раз когда тогда стыка скаканул доллар доллар и вот такая вот жопа произошла сейчас она стоит около 14 я не узнавала короче мне очень очень повезло я ее успела купить за пять тысяч почти чуть-чуть синенького ёбочка сделаем так наношу топ без липкого слоя на весь ноготочек у меня здесь поплыли очень зашлифовала что люмечка 15 вот блин поплыла немножко по типсик у меня девочки сейчас излишки уберу разотру чем у кого была проблема мне девочка одна писала о том что у нее гель-лак черный не просыхает весь кукоживается пожалуйста я работаю этим черным гель-лаком ничего не кукожится он очень сильно пигментированный если не уверена своей лампе делайте два тонких тонких слоя все просыхает замечательно я не знаю в чем может быть проблема еще раз послушать извините что я вас хотела как лучше ускорить немножко время сделать в один слой у меня поползло по типсик малышка так и беленький немножко белая гель-краска это для облачка она нам еще понадобится потом его пока яблоко да у нас у меня вот тоже девчонки просто я бы ну как бы засомневалась в чем может быть проблемы и спине работала я сама работа только этими гель-лаками поэтому ну вот ну да красочка да девчонки это с липким слоем лучше всего лучше течет на на без липкого слоя так распределой убежала я от вас тоненько топ без липкого слоя и рисуем облачко облаке они у нас такие и заурядные красивые пушистые хочу хотим твой балдин да ой вот видите накапываю трясущиеся рукою пожалуйста мы очень рады девчонки что вам нравится наша продукция я очень 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 рада вот так вот набаяли немножко синенького сюда оттеним такое разноцветненькое сделаю голубенького еще какого-то цвета внедрим сюда наверное девочки да тоже я думаю что все таки была проблема в лампе потому что ну не может просто так взять гель-лак у всех сохнуть а у одного человека он весь закукожился поэтому контролируем свои лампы немножко вот такой-то дымочки сюда разбомблю на интер шарми нас не будет девчонки все такое пусть у нас будет облака прям юлечка привет все почти готова представляете белый поближе себе сделаю вот так вот возьму тоненькую кисточку хотела взять кисточку тетушки белей вот она у меня вот такая тоненькая кисточка десять ноль леночка здравствуйте апельсинка что ли ли кто что раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять все высохла леночка vip привет лет сейчас я немножко поближе сделаю фокус на виду и рисуем такие дождевые капли разводы привет хеллоу ушки hello очень крутая кисточка мне прям нравится нравится она она сама все за всех делать видите какие тонкие линии вы что думаете я умею рисовать тонкие линии если честно только я не вижу сейчас я поближе к себе сделаю немножко мои ногти моя палитра вот такие вот дождевые каплюхи только их в разнобойку какие-то короче какие-то подлиньше окей 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 все дубровский запел вот такие каплюхи чуть-чуть полимеризну добрый вечер и все сейчас еще поставим точечки зимой помощник по точкам это я тоже кстати веселушка сделала в чем-то я захотела матовым сделать а потом еще сверху видите капелькой навалила топом без липкого слоя такие веселенький такой получился всего и поехали точечки типа капельки вай крупные слишком такие не хочу буду ставить кисточкой сейчас я себе на палитру нанесу добренький вечер девчонки спасибо за приглашенных читателей кто добавляет своих друзей к нам очень приятно значит что мы стараемся не просто так сидим пинди там включаем свою фантазию можно поставить вместо вот этих точечек какие-то плёсточки вот такие капельки короче с облачком с облачком можно было еще немножко поработать подошли но я так стразики на стразики на на покрупнее уже будет смотреться можно стразики что хотите девочка с зонтом женщина с зонтом получилось все полимеризует чуть-чуть вот вам такой вот у меня вчера я там делала можно немножко поменьше облачка сделать и поменьше вот этих вот разводиков чем вам не очень быстрый легкий осенний дизайн для нерисующих скажите же мне кажется здесь рисовать не нужно уметь вызывая дух дождя да я кстати люблю осень я люблю осень лето зиму весну я не люблю знаете что летом жару дикую не люблю потом я не люблю ноябрь конец ноября начало декабря когда вот уже и листиков нет уже все серикой и снежачек снежочка еще нету остальное все очень даже а я все времена года люблю так вот я к вам по быстренькому вышла мне было скучно же ты же козерог да уж козерог я же козерог здравствуйте добрый день легко девчонки быстро и вот эта техника за всеми забыты даю ну не забыты уже дымку помните рисовали дымочек да пробуйте то есть можно то что я внедряла какие-то цвета можете взять этот как это называется витражиками да например там тут потемнее синие здесь голубей например витражное облачко получится даже еще красивее под витражом кстати интересней поэтому пробуйте экспериментируйте очень все быстренько ли и легенько все вот и все что я хотел сегодня вам сказать быстрая трансляция так метеоритный дождь ага точно мне кажется там уже мне кажется уже снег пошел у меня вот здесь а не дождь космос пожалуйста так что еще я вам ну потом нет в телефоне какие-то задумки на фотку пожалуйста девчонки вдохновляться знаете открываете просто не знаю там яндекс выбираете осень и все и там или листички всякие там не знаю облачки вот такие девочки тоже же в интернете я с головы не смогла бы я какая-то соображалка не работает поэтому я беру просто картинки как ты их так преобразуешь просто в в так вот эти ка я пробую перекрыть этот тип сматываем током поближе перекрою этот тип сматываем током а знаете интереснее получится под отражаем потому что у вас белый останется такой текстурный где-то он будет прозрачный видите здесь я все замалевала и здесь прозрачности никакой нет а вот тут как раз видите белый я его раздул немножко вот ну я сказал что побалуюсь здесь прям видно как будто на облако-облако видите если сверху витражиками перекроется не вмешается например получится еще как-то интересный да с ногтями я дам наконец-то это просто пришли цвета которые не смогла на короткие ногти нанести попробуйте ноготочек матом покрыть красному изменила да ну вот у меня красным теперь мой фаворит 54 и уход замылила что ли походу я его куда-то уже замылили 54 короче мне нравится прям очень очень мне нравится вот они сравнение а почему я здесь а наблюдаю это 15 15 на но такой более красный Красный, алый, красивый. Немножко потемнее мой любимый, 55-й, Дубровский. А вот матовый. А вот глянцевый. Все, девчульки, побежали отдыхать. Завтра у нас понедельник. Понедельник понедельник. Начинаем пилить. Некоторые, конечно, вообще не отдыхают у нас, мастера. Только не знаю, почему вы не отдыхаете. Про прайс-трансляцию. Как писать, создавать прайс свой, вы имеете в виду. Это такая щепетильная история, девчонки. Во-первых, мы всегда смотрим на рынок. Какие у нас средние цены. Приравниваемся к мастерам, с которыми, ну, вы можете, да, на уровень, например, встать. Если у вас просто опупительные работы, и вы делаете за 3 копейки. Ну, зачем? Ставьте цену выше. Просто я про гель-лак ничего не могу сказать. Я даже приблизить себе цены не знаю. Псинка моя умер. Еще весной. Вот. Поэтому ставьте цену к девчонке больше. Ваши клиенты сначала захотят куда-то убежать. Ну, тыкаясь и понимая, что уровень ваших работ и цены у всех примерно одинаковые, они все равно вернутся, даже вот исходя из этого. А ценообразование, коррекция, наращивание, например, тоже, знаете, такая история интересная, почему у нас наращивание стоит дешевле, чем коррекция, хотя коррекция намного сложнее. Да, это делаются затраты материалов, больше уходят фрезы, амортизации машинки, я не знаю, это пылище. Это восстановление архитектуры, когда ты просто при наращивании поставил форму, выложил гель, да, вот в тоненький уже готовый, почти там немножко опилил. Коррекция у нас почему-то всегда стоит дешевле. Поэтому у меня разница в наращивании, коррекции сейчас получается около 1000 рублей, да. Коррекция на 1000 рублей дешевле, чем наращивание. Вот видите, сама говорить-то могу, а грешить тоже грешу. Поэтому обязательно никогда не делайте бесплатный дизайн. Ну как, если только вы начинаете набирать себе клиентскую базу, то почему бы и нет там делать в подарок или акции какие-то дизайны в подарок девочкам. Но когда... Можно я на себя переверну? Но когда вы начинаете много работать... Блин, а почему я теперь не вижу... А, все. Вы начинаете много пилить, работать. И, например, одного клиента вы сделали, допустим, да, полтора... 1500 рублей нарастили ногти. Спасибо, Леночка. Лохматая. Худенькая я стала? Не скажите. Я бы вам показала, какая я худенькая стала. Вот. Сделали за 2 часа, например, коррекцию белого френча 1500 рублей. Да? Это у меня вот вначале было такое. Приходит следующий клиент, и я с ним вожусь не 2 часа, а 4 часа, потому что еще 2 часа я ей, например, делаю лепку на всех ногтях. А у меня же этот дизайн бесплатный. И что, давай всего-то побольше. Ну, не знаю, может быть, на лицо похудела немножко. Но так нет. Вот. Поэтому, когда я начала задумываться о том, что вот эти 4 часа, я заработала полторы тысячи рублей, сделала френч, дизайн на всех ногтях, когда я могла за эти 4 часа взять двух клиентов, сделать им просто френчи, и заработать 3000 рублей, да? Ну, то есть, начинаешь включать в свою математику голову немножко. И начинаешь становиться немножко жалко свое рабочее время. Поэтому... Сейчас тебе и попочку, и писечку покажем. Жалко Альберта нет. Он бы тебе и сиськи показал. Так. Начинаешь ценить свое время. И понимаешь, что ты сможешь заработать больше. Поэтому даже дизайны, например, да? Как бы... Ну, у меня клиенты, девчонки, как-то уже не спрашивают, да? Там цены, какая цена. У меня примерно они знают сколько. Если я трачу целый час на какую-нибудь там роспись ногтей, какой-нибудь, бывает там художественный рисунок или еще что-то, да? Он должен стоить у вас соответственно. То есть, если вы зарабатываете за 2 часа 1000 рублей, значит, еще дополнительный час дизайна 500 рублей. Вот как-то, вот как-то так и считаете. То есть, я даже сразу... Ну, как бы я примерно на глаз определяю, поэтому я с клиентами все время говорю, так, сразу мне дизайн. Они уже приходят ко мне готовые. То есть, заранее мне кидают, что они хотят. Либо просто картинки какие-то, либо фотографии ногтей там с дизайном. Я говорю, сколько это будет стоить. И себе в голове уже считаю время, сколько мне нужно на нее выделить. Потому что, ну, как бы я, чтобы я знала, да? То ли я там 2 часа с ней провожусь, то ли она мне какой-нибудь там портрет Моно Риза. Ну, я, конечно, не художник, я этого не рисую. Я уже так, в кавычках. Здравствуйте. Думаю, все настолько индивидуально, в зависимости от вашего города, от вашего стажа, от того, как вы цените свою работу. У меня, знаете, клиенты приходят и говорят, капец, у нее такие цены. Она там, типа там, за 4,5 тысяч наращивает ногти. Я говорю, ну, молодец. У нее полная база, к ней ходят клиенты. Почему бы и не повысить цену, да? Вот вроде бы мы думаем, что мы хотим больше... Спасибо за суперсердечки. Меньше работать и больше зарабатывать. Хер раз два. Мы больше работаем и больше зарабатываем. Почему-то клиентов с повышением цен не убавляется. Кто-то отвалился, кто-то потом еще больше привалились, девчонки. И даже те, кто отвалились, они все равно возвращаются почему-то. Спустя даже, бывает, полгода у меня приходили девочки. То есть, как бы, ну, там, для них там 200 рублей, это очень ощутимое повышение цены было. Они переставали ходить. Потом я говорю, там ходила, ходила, вот. Изменяла тебе, изменяла. Здравствуйте. Ань, я тебе сообщением отправила фотографию своей палки-держалки. Но только которую с Алиэкспресс. Ту маленькую я найти не могу. У меня сейчас дома ремонт капец, короче. Я сейчас даже не знаю, где ее искать. Видела все. Это вот с Алиэкспресс. А та, она вот такая на присоске. Вот такая черненькая, коротенькая штучка. И такой же крепежочек. Но это я покупала в ДНС. Вот. Поэтому. Вот так. Короче, шатались, изменяли, изменяли, вернулись. Говорят, лучше я буду платить, типа, дороже. А пока она пришла, у меня еще цены поднялись. Вот такая я злая женщина. А куда деваться? Поэтому ставьте цену, если у вас есть клиенты, идут. Ну, сначала среднюю по городу, да. Я вообще начинала сначала бесплатно с самоучкой. Потом повысила... Сколько у меня? А, повысила, говорю. Потом у меня было что-то 300 рублей. Потом рублей 500. Спасибо большое. За месяц предупреждать. Как часто повышаю, девчонки? Это зависит от моего какого-то, знаете, непонятного желания. Вот это никак не связано с каким-то там, не знаю, кризисом, повышением ценно-материала, придуманной мастерами. Хотя, в любом случае, какая бы у вас процедура ни была, девчонки, себестоимость у нас выходит, ну, рублей, ну, максимум 250 будет. Ну, не считая, конечно, там, стразы Сваровски, например, да. А почему нет? Если у вас очень красивый, качественный дизайн, девчонки, ставьте цены. Я считаю, что тем более в салоне. Прайс вообще в салоне расписанный прям от и до пуки, ахи там и все остальное. А я, знаете, как делала? Сейчас просто я очень мало работаю с клиентами, у меня прям самые близкие мои клиенты остались. У меня стоит рамочка, а я уже ее, какая-то, такая большая, А4 формат, и на ней расписан весь прайс. Там у меня прям стоит вот-вот, здесь вот, где сидит клиент, прям у него перед лицом. Там написано, там, стразы, там, лепка, один ноготь, от, скольки-то, да, например. Потому что там роспись, роспись может быть, вот, тучка, да, я, например, нарисовала, чем вам не роспись. Либо там что-то такое, ну, послание, ну, такое сложненькое, да, если будет. Поэтому уточняйте, что такое от. И когда я повышала цены, я на этом прайсе, как я делала-то? Этот прайс меняла? Да, этот прайс меняла и ставила, например, там, за месяц, за два, что с такого-то ноября новый прайс. И вот тебе цены. Они сидят, ознакомливаются, то есть они пока там пробочки сложили и сидят, пялятся в этот прайс. И вот, знаете, как-то никто не задавал лишних вопросов, а что цены. То есть у них было время уже переварить, свыгнуться с том, что с 1 декабря повышается. Повышайте. Знаете, столько мнений, что там, вот, с 1 декабря повышать не нужно, с какого-то там можно повышать тогда, когда вы считаете нужным. Я вас уверяю, у вас клиенты не отвалятся, тем более в декабре, когда начинается Новый год. Когда мастеров, запись у мастеров у меня уже обычно с июля-августа уже занят, декабрь весь. То есть когда там мастер там смог, не смог взять клиент там и работает, он начинает искать, куда идти. И ему будет уже без разницы нарастить за тысячу рублей там или за полторы тысячи. Лишь бы женщина отдаст последние деньги на себя и на ребенка. Да. Целых 50 рублей. Поэтому, когда у меня стоит пресс, они ознакомились и у них уже нет вопросов. Они, короче, в течение месяца там походили, там, двух даже, наверное, побольше с запасом. Они подумали, стоит ли ко мне возвращаться. И все, я без проблем. То есть приходили, они говорят, там, ну, с какого-то цены повышаются, говорят, да, и все. А когда, как-то вот перед фактом, всегда неудобно говорить о повышении цен. И у меня вот эта проблема была, поэтому я и стала писать. Просто, чтобы они сами почитали и увидели это. Мне все время неудобно называть, короче, то, что цены повышены. Либо о том, что, не знаю, там, дизайн вот какой-то дорогой получается. Потому что это страза Сваровский. Потому что я там рисовала себе очень-очень долго. Пожалуйста, девчонки. А еще на этом прайсе у меня написан логин, пароль от Wi-Fi. Потому что они тоже новенькие часто приходят. А у вас есть Wi-Fi? Вот вам, пожалуйста. Чтобы постоянно там не бегать, не смотреть. Потому что у меня какой-то от Doom.ru там выдали 4HBK8100. Я его так и не меняла и запомнить не смогу. Вот вам и трансляция по прайсу. А вот какого-то прям, знаете, определенную прям поочередность какая-то. Что да как все создается. Как писать прайс подробно, неподробно. Не знаю. Но я вот как-то, знаете... Все по-разному считают. Кто-то говорит, что нужно расписывать подробно. Кто-то говорит, что там дизайн от 100 рублей и не важно что. Поэтому это решать каждому индивидуально. Мы вообще все люди разные. Нам не со всеми комфортно работать. Я, например, не люблю работать с неприятными мне людьми. Сашка у меня Серебрякова. Она берет всех вообще без разницы. Она говорит, да мне похер, платье ты зю. Она сидит, пилит там во все руки, во все щели. И все у нее хорошо. Она не беспокоится. Она такой человек. Ей пофигу. А я, знаете, бывает там люди, вампиры у меня вот приходили. Я очень чувствую прям таких... Я говорю, блин, там, девчонки. Лен, что мне так плохо-то было? Прям не могу. Она такая, слушай, Настя, да, вот видимо, ты такой чувствительный человек. Она вот колдунья у нас. И вот она такая вот очень сама по себе такой энергетически тяжелый человек. А я прям чувствую, да-да-да-да, все. У меня там слюни повисли. Так, не прочитывая. От 50 рублей за палец. Готовь мастером индивидуально. Ну да, как бы, знаете, до того, как приступил мастер на рисование или еще к чему-то, да, к дизайну, можно сразу поговорить с клиентом, что цена будет на этот дизайн такая-то. Если клиент этого устраивает, то сетим, рисуем, кайфуем дальше. Если нет, то и сюда нет. А иногда мне, вы знаете, поначалу я почему-то еще делала недорого или там бесплатно, потому что мне нравилось очень дизайн рисовать. Я прям кайфовала. И каждый мастер делает, у каждого мастера, то есть клиент делает то, что любит сам мастер. Да. Настя, слушаю вас. Добрый вечер. Привет и привет. Все хорошо, все нормально. Все у меня хорошо. Вроде вижу. Вот так, с периодичностью, но нормально. Спасибо, что переживаете. Даже помните, я уже забыла. Мама не видела. Ну, мама, наверное, добавилась и дальше свои домашние дела делает. Мама потеряла. Она только что уже писала всем здравствуйте, привет, добавилась. Отложила телефон в сторону и все. Пастель. Давайте я вам покажу. Пастель гель-лаки вы имеете в виду, да? Юлечка. Юлечка, да, я знаю, тут я, Луиза здесь. Вот, Луиза услышала, что мы про нее говорим. Сейчас я вам покажу. Какие я вам пастельные цвета рекомендую? Какие вас интересуют? Я вам прямо сейчас нанесу. Френч тоже отдельно считать, да? Например, вот у меня по старому прайсу, да, я вам скажу. Просто ногти, ну, вот такие, без, просто камуфляжем, да, нарастила. Ой, коррекцию сделала. 1300. Сделала френч 1500. С нанесением с таким у меня тоже 1500, потому что, как бы, я нарастила 1300 и 200 рублей, как бы, ну, тоже. Я примерно по времени ориентирую, что у меня френч выходит, что у меня с нанесением по времени, там, два-два с половиной часа, поэтому у меня стоит примерно одинаково, там, полторы тысячи, да, стоила? Сейчас уже 2000. Я вам порекомендую, Мари, нежно-розовый, наши гель-лаки, потому что я работаю только на них. Девчонки, кто работают нашими гель-лаками, вам подтвердят, что пастельки у нас просто невероятные. У меня, может, были прозрачные типсы, я бы вам на прозрачных показала. Так, что у меня здесь есть? Сейчас я прямо переверну. Покрашу парочку каких-нибудь. Гель-лаки позиционируют себя как гель-лак-однослойник, но я, как мастер, моделирующий, работаю в два тонких слоя. У меня вот всегда выбираю, знаете, как по-желтому. Белый, желтый для меня очень важен, чтобы были, потому что желтый всегда очень капризный, кстати. Нежно-розовый. Что у меня есть из нежно-розового? Давайте, вот у меня одиннадцатый есть. Это не розовый, конечно. Так, что у меня еще? 143-й. Здравствуйте! Вот розовый, да, вроде бы. А зачем я все? Я же полимеризовать их не буду. Они очень плотные такие, знаете, пигментация гель-красочная. Вот прям, видите, разношу, делаю, продавливаю. Он быстренько самовыравнивается. Убираю излишки с кисточки. Еще раз убираю излишки с сипсика. Вытираю. Нужен толстый мне слой, мне достаточно одного тоненького. То есть вот такой вот розовый. 290 рублей. 10 миллилитров. Вот здесь вот, смотрите. Сейчас, секундочку. Вот наши контакты, куда вы можете нам писать. Art Nile. У меня 087-й и 227-й. Из новой коллекции такой вот перламутровый. Так, какой я еще достала? Вот одиннадцатый тоже. Пастелечка, да, сиреневая такая. Прям пастелечка, пастелечка. Тоже так же, девчонки. Вот таким же макаром убираю излишки. 15-й, ой, 144-й вообще любимый цвет наших покупателей. А 0,9 наших клиентов почему-то, мне кажется. прям, вот видите, как убираю излишки. Прям продавливаю. Потому что, но не нужны мне такое количество гель-лака на ногтях. Все, вот. Тоненько разнесли. Полотнючий. Какой? 144-й у меня. Да, вот он наш любимый. 144-й. 14-й. Такой нежный, розовый. Убираю излишки с кисточки. Добрый вечер. И еще раз убираю излишки с типсиком. Знаете, девчонки, все в один слой работают. Я вот два люблю. Тонких-тонких два слоя. Мне вот намного удобнее, как я обычно показываю. Причем первый слой это прям такое, видели, да, прям втирочка-втирочка у меня прям. Хиты розового точно, да. Победители наших побед. Белый цвет могу показать, как он плотный. Пожалуйста. Смотрите, он прям как гель-краска ложится. Свои кутикулы вашим маслом смазал. Так. Вот так вот. Все растираем. Белый я вообще обожаю. Вот. Видите, как легко и просто. Очень-очень крутые пастельные цвета. Палитрочки тоже мы вам вышли. Вот они, кстати, розовые. Так, 175-й. Я хотела ногу вытащить, Лина. Ой, я же на ногах себе сделала 175-й. Добрый вечер. У меня, прикинь, автоматом 175-й. Покажите, я хотела ногу выставить. Ногу в студию. И сделала себе пятикюр вчера 175-м цветом. Ах, 49-го. Вот уже... А, Альберт хотел сказать. Уже девочки у нас знают, какие цвета. Альберт знает. Он же у нас сайтом руководит. Все цвета уже изучил лучше, чем мы. Вот. Я не знаю. Будет он, передаст он или не будет. Тоже такой перламутровый, сиреневый. Я его сделала себе на носке. Печка ногтевая. А у меня 160... Ой, 186. Космос, да. А смотрите, как он красиво смотрится под матовым. Ну, блин, не видно будет. 290 рублей, девчонки. Ну-ка, вы там семья не обзываетесь. Да, легкий шиммер, такой перламутр, девчонки. Смотрите. Вот у нас вся коллекция вот такая. У меня такие страшные кутикулы уже. все вкусно. Все вкусно. Всех в бан. Сейчас попробуем показать. Этот не легкий шиммер, а перламутр. Ну вот, вот, посмотрите. Где мат? Сейчас я матом всех покрою нахер. Кто будет ругаться у меня. Носится девчонки. Расскажите просто, чтобы не я, как представитель, продавец, да, тут сидела, рассказывала, хвалила просто так. Потому что я не просто так стала работать этой маркой и продавать ее. Потому что она реально шикарная. Супер. Потому что, девчонки, когда меня спрашивают, как носится гель-лак. Носится. Я могу хоть кузявками, но мазать ноготь. Самое главное, чтобы у вас стояла база на ногте. Не топы. Ну, топ, конечно же, тоже, соответственно, у вас должен быть для гель-лаковых ногтей. Да? Потому что, если вы сделаете жесткий, у меня, например, есть вот такая фирма, магнитик жесткий, он сколется с гель-лаком. Так. База. Главная база. А гель-лак уже любой фирмы нанесли. Мне кажется, нет проблем, чтобы какой-то гель-лак у вас выносился. Спасибо, девчонки, за отзывы. Очень приятно, что вы. Устроить краш-тест. Как раз вам, вы переезжаете, вам как раз этот тест нужно устроить. Смотрите, какой он волшебный, матовый. А я вам сейчас вот так сделаю. Скажите же, песец вообще, да, какая красота? Да, ими рисовать, кстати, хорошо, девчонки. Даже те, кто не любит градиенты, делают градиенты с удовольствием очень гель-лаками, потому что они очень пигментированные. Да, это тоже наш матовый топ. 10 миллилитров. 300... Скажите мне, пожалуйста, Алиберт. 390 рублей же. Что-то я сплю, что ли, уже. Ценюшки, что-то я забыла. Так, мне бы не забыть, что я вот это все просто так покрасила для вас. У меня тоже бьютикс есть, вода и... Ну, не буду я ничего говорить. Просто я... У меня очень много разных марок, дорогих, недорогих, всяких-всяких. Я все раздала своим. 390, да. Градиенты что-нибудь я не люблю делать. Вот, Луизу просите. Она вам сделает градиенты. Дед, просто... Очень, мама, не люблю я градиенты. Боюсь, как борщ варю. То, босс, ты мой. Время 12 ночи. Хоть срывайся и беги на борщ. Девочки, не просите, пожалуйста, мне градиенты. Я его только не люблю делать. Ах вы! Мне кажется, я с вами переезжаю к Луизе. Так, а может, давайте попробуем, я не знаю, какие цвета... Такие, самые похожие, надо мешать же, да? Я не помню, как это делается. На сайте можно посмотреть, как делается градиент, да? Вы про градиент? Черный. О, Линочка! Ты меня веселишь. Скоро Лина будет с такими ногтями ходить, да, Лин? Смотрите. Вот. Сейчас я вам вот так подвину. Artnile.su. Я су... Сейчас я вам напишу вот так вот там. Artnile.su. Там можете и заказать. сделать заказ да да должен быть градиент и видео девочки очень много я вот присылают индики о спасибо вашими гелаками так круто делать притие я сижу удивлюсь и все равно как боже мой какие вы молодцы я промыву терпеть не могу делать я лучше сиськи нарисую покажу это будет это знаете когда только перископ начался очень много всяких спамщиков было вот они просили сюда показывают сиськи до 20 детям простите пожалуйста смотрите лабутахи где-то я только что очень увидела вы стать тоже раскрывушки расплывушки вот у меня тут зонтик вот очень красивый код осенний кстати да такой шарфики стоит на металл зимний вот осенний кстати дизайн никто который на окне стоит это леруа ой икея расплывушки тоже на топе без липкого слоя зимние какие-то пробушки сейчас я вам все дизайн покажу по быстренькому мои рисоварки вот такой у меня любили клиенты то лечка по быстренькому присыпушечки всякие миска губе вот не кстати губы просили год назад нарисовать это не вышло с ними у меня простите пожалуйста на лепка акриловая это завитки с курса луизы да вроде бы вот эти если я или это я сама рисовала уже не там училась завитульки рисовать вот это вот фокус а вот еще китайка а это вот такие перевертыш смотрите это просто в интернете тоже это смеющийся мужик да здесь у нас жаба держит эту стрелу получается бабка в очках какая-то плачущая одессе пресечка кстати покажи сиськи вот еще у меня что-то видимо какая-то я немножко озабоченная потому что у меня оказывается до 2 пары сисек в коллекции дизайнах ногтей так здесь у меня это с курса луизы я училась здесь у меня какие-то самостояшки спокойной ночью . за я макароны макароны это с курса ольги птичка у меня какая красивая ножки солушки черепушки и там даже присуху с ребрами пыталась изобразить можно показывать сиськи а лепка кстати у меня смотрите я училась у али это у нас была лепка лепка это пластилином только какие-то я уже дома делала а какие-то шея не помню уже вот это что короче какие-то я дома делала пробовал какие-то на курсе мы делали пластилином но когда я перестала акрилом работать но знаете меня не вставляет короче черепушка еще один какой-то стрёмненький черепанда у меня вообще раньше все вещи там не знаю сумки все у меня было все в черепах вот такой еще дизайн возьмите на заметочку тоже очень крутой это тоже просто вот такими капельками я поставила гель-лаки наши прикрыла матовым топом и сверху поставила капельки глянцевого ну глянцевого до топа без липкого слоя такой веселенький если помните ну что у меня после конкурса были такие длинные черные ногти но они были у меня железными металлическими вот такими штучками которые если сверху потом еще не перекрыть сверху то есть нужно перекрывать потому что краска стирается но это китай очень такой классный дизайн девчонки прям силу-то полюбился он а вот это же проще много гель-лак не нужно потом топом покрывать гель-лак нужно покрывать топом он у нас трехфазной системы сначала идет база гель-лак это очень такой веселенький на дизайн какие-то дизайны видите рисовала сама с собой а может быть с вами здесь лимоны пластилином это я лепила уже одна сама с собой тоже нет смотрите матовый топ блин сначала покрыла черным гель-лаком поставила просушила поставила разноцветные точечки просушила все это перекрыла матовым топом и уже поверх покрытия сделала по вот этим цветным точкам глянцевые топом без липкого слоя точечки на понаставила чтобы они были такие выпуклые и блестящие веселенький дачу не классно же даже вот на бежевом красиво посмотреться например знаете какое-нибудь сочетание там оранжево-коричневого желтого красного что-то осеннее какая-то тематика можно выбрать да пожалуйста неудачные попытки градиента раньше давнюшки 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 я бы сказала все девчонки наверно побежали отдыхать рада с вами увидеться ну че у меня какая-то мурта красная пожалуйста девочки обращайтесь еще какой-нибудь дизайник придумаю легенький может вы может с девочкой выйдем порисуем эту девочку можете полегче какой город город самара спасибо виктория и вы тоже красиво я вижу на аватарке девочки вообще все красивые не бывает некрасивых женщин бывают просто дураки мужчины и все все еще вам рассказать показать даже не знаю пожалуйста ладно буду придумать какие-нибудь темочки буду выходить сами рисовать а если какие-то просьбы есть какие-то вопросы что-то там только не градиент пожалуйста градиент вот луиза луизонька она с удовольствием выйдет и сделает я думаю что тему грудь ну как бы градиент если кто-то еще не посмотрел то есть пожалуйста телу к мою вот поэтому пишите может ну как бы мне в личку вот где видели дубровской анастасии да все контакты маркером я не у меня просто есть акварелька я не вижу смысла эти марк маркеры маркирую что это вы написали там вообще я очень любил роспись гель красками а у меня их к сожалению нету век поэтому даже не могу ничего показать порисовать тип свалить это стразы что-то мне там все попадло люблю рисовать акриловыми и акварельными красками да потому что как-то потоньше что ли как-то по изящной роспись ну вот например очень быстрые дизайны это как она называется вот китайская роспись да очень быстрые легкие очень эффектно вот например да блин придется перевернуть вас ненадолго мы очень быстро легко рисуется очень круто и очень очень дизайн акварельку посмотрим хоть чтобы порисовать выйти можно как-нибудь в этим акварельку ну вот больше я на люблю китайскую роспись акриловыми красками так быстро набрал мазнул где-то там вида мазнул все он какой-то сразу многоцветный то есть да когда мы сейчас рисуем красивые цветы и конечно гель лаками там тут там тон тут от цвета не знаю высветляем лепесток здесь потемняем снизу в китайке так как все что похудела не знаю где похудела я может быть у меня экран китаечку а как-нибудь вы девчонки пишите спасибо спасибо я вам показала как я похудела вот пишите мне папа просьб узнаете очень люблю про моделирование чего-нибудь порассказывать вам эти не постановки формы там подрезание подготовка ногтей и укладные френчи ну и вот очень да мое любимое что акриловые краски поликолор это лучшие краски лучше не видела про формы то поправа подрезание форм да пожалуйста про подрезание форм хотите черные белые но очень хорошо для прорисовки кстати белыми тоже постановка форм очень интересно про постановка и подрезание хорошо выйду тогда когда-нибудь белым и черным блин я сейчас не буду искать очень легко рисуются тоже такие цветочки китайской росписи просто белым цветом многие красивые я смотрю на свои типсы думаю вот и мой и кто это рисовал про все покажу еще красиво что я их не показала не все показала а где показывала а где показывала ну вот она видите тоже для китайской роспись я пробовал такой такой я просто пробовать него какой-то дизайн это не капелька тоже китайской росписью хлоп хлоп лерочка кто смейте голубой филе цветочек это очень легкий дизайн тоже это мы чудико рисовали в перископе кстати тоже вот кстати вот он белый смотрите лепочка все понял это мы кто такая лерочка китайской росписью тоже по быстренькому мазюшки только белая гель краска а здесь просто блёсточки намешанные стопом в серединочках стоит видите какой красивый эффект на дизайн очень любит на свадьбу его делать он с них стекает кому что мы все купили бываешь он а топ с них стекает потому что они вот такие противные поэтому их перекрывать в два слоя нужно и прямо погуще и сажать желательно да вы же их не просто куда-то например наносится потолще слой я не знаю базу лишь начало сажать эти кому камефубики прям втаптываете перекрывать лучшего два слоя потому что они где-то могут торчать где-то как-то себя плохо вести они же очень гладкие глянцевые поверхность поэтому оттуда все скатывается я просто показала вам их все а вот понятие галюнышки почему я болит голову потому что там очень холодно я как всегда раздетая значит следующий раз мы с вами выйдем про постановку форм да да базы кстати года сначала же базы проходим всякие ну вот эти камефубики слайдеры всякая вот эта вот хрень не знаю светло но нет еще не включили я греюсь кондиционером газ включает теплый пол включаю на кухне единственное где у меня есть и даже если я выйду даже если вы не попадете на трансляцию я ее не буду удалять пусть она останется посмотрите прям просто там так много хо уже конец уже ну я думаю что у нас сегодня должны тоже дать ближайшее время потому что реально горло горло болит люби им до включили сегодня у нас будет на улице 0 градусов 11 секундер надо выключать он там не не поняла кто там что-то пишет мне посмотрим ваш профиль не поняла немножко чем человек вещает блин не болеете спасибо девчонки мне нельзя болеть красный прям красный это либо 50 знаете как красный для всех он такой разный красный либо мой 55 красный либо 54 он более алло красный такой поярче немножко но вот самые самые крутые 55 54 они без шиммера без всяких там будут добавлений всего нужного ну какой кому на 55 наверно прям красный чтобы больше то пол и такой даже в оранжевизну немножко мой блин могу чешется глоточка пойду на чайку сказал как я сегодня дошла нечаянно в красное белое купить себе баунти одну баунти хотела купила два баунти два китката и три киндер шоколада я вообще сладкое не люблю мед не могу в детстве обожралась мы ели где все детство нас возили в деревню и мы ели мед мед соты просто там не знаем мед засахаренный мед с хлебом с маслом и у меня короче как-то даже какие-то маски если с медом то у меня как лицо краснеет а если я кушаю горло внутри чешется как-то от меда не люблю я у меня стоит стоят банки меня дедушка до сих пор держит пчельники эти пчеловод у меня короче я это дедушка у меня пчеловод я вот такая ходила как сумоист раньше в детстве в деревне я он брал на пасеку меня вечно кусали пчелы они никогда не скусают в голову путались волосах волосы у меня вся длинная у меня опухала вот так мордой мне прям как сумоисты таки вот глаза щелки вообще на молочко да ничего я быстренько и у меня вечно так знаете я под вечер вроде сваливаются встаю бодрячком я такая не заболевака совсем я кстати очень люблю даже больше холод чем нет аллергии мне нет мне если вот теперь какой-то авитаминоз пошел у меня на пальчика кожа почему-то как-то подшелушивается сдолбала всех болтать 7 человек было все разбежали да нету мужа не кому греть меня такую красивую девочку грею сама с двумя одеялами и раз два три четыре шестью подушками нету был господи один ничего страшного нет очень даже пока порядок не у меня очень все устраивает так хорошо пока так что почему-то все хотят за меня переживает то что меня от мужчин а на самом деле те кто с мужиками больше страдает наше время какие-то мужчины вы большинство пошли немножко отдохнуть нужно десять лет прожила сейчас чуть-чуть отдыхаю а потом уже сейчас немножко для себя поживу потолстею немножечко в одном месте а потом уже можно поискать кого-нибудь хотя они сами найдутся искать не надо так все девочки побегали до хочу конфеты короче пойду съем все шоколадку наверно кусочек с чаем давайте девчонки всем спокойной ночи хороший продуктивной недели рабочую благодарных вам клиентов много клиентов если становится еще больше поднимайте цены и не бойтесь что они сбегут будем больше работать меньше работать и больше зарабатывать первое время но потом все равно будете много работать на что они к вам вернуться тортик с чаем ну тортик я вообще вообще не сладкоежка это просто меня что-то прет немножко спасибо приятных снова девчонки короче как-нибудь буду какой-нибудь вечер наконец-то потому что человек это вообще дни бешеные вообще жизнь какая-то сумасшедшая насыщенная и когда мне будет свободный вечерком я выйду поэтому если не попадете на трансляцию и и удалять не буду пересмотрите потом все давайте спокойной ночи девочки добрых снов